Доброе утро! Завтра провожу встречу. Педагогика – это не скучно, педагогика – это полезно. Педагогика, ну, совсем не вредна, потому что, если мы дружим с педагогикой, то мы можем сделать наш процесс преподавания и приятным для нас, и более успешным, и более результативным для наших учеников. Будем говорить на те темы, на которые иногда не принято говорить. Иногда на эти темы говорят, но почему-то остаются какие-то белые пятна. Может быть, люди еще не задумывались о том, что решение их вопросов лежит не в области методики, например, как брать высокие ноты, а в совершенно других сферах. Поступил вопрос. Коллега, 20 лет работает, она пишет, что у нее дети, больше половины детей не интонируют. Мотивации у детей нету. Что делать? Она устает, и ей не хочется работать. Ну, соответственно, она приближается к своему профессиональному выгоранию. Так вот, ответ на этот вопрос, он лежит абсолютно в разных плоскостях. Например, если человек всю жизнь работает с теми, кому медведь на ухо наступил, он продолжает работать, значит, ему это почему-то нравится. Скорее всего, у человека, у преподавателя такая миссия работать с теми, кому медведь на ухо наступил. Если это миссия, то от своей миссии мы не устаем. И если это миссия, то, скорее всего, за 20 лет человек, в общем, понял, как ему работать с теми, кто не интонирует, как ему мотивировать тех, кто не мотивируется по какой-то причине. Но он считает, что его предназначение – мотивировать тех, которых сложно поднять на какую-то работу. В данном случае на какую-то вокальную или на какую-то творческую работу. Если же это так, человек знает, как работать с такими людьми. В общем, вопрос, наверное, может лежать в области методики только в том случае, если вопрос стоит таким образом. Как более эффективно работать с теми, кто не интонирует. То есть я с ними работаю, мне нравится работать с теми, кому медведь на ухо наступил. Что я еще могу сделать, чтобы работать с ними более эффективно. Но если вас почему-то не устраивает работа с маломотивированными детьми или с детьми, кому медведь на ухо наступил, вы не считаете это своей миссией, то тогда разговор будет лежать немножечко в другой плоскости и немножечко в другой области. Вот для этого нам нужна именно педагогика и нам нужна педагогическая психология. Итак, завтра жду всех, кто зарегистрировался. Сегодня в 15.00 регистрация заканчивается. Встреча бесплатная. Встреча на такую тему достаточно редкая. Те, кто на нее записался, задал свои вопросы, на все вопросы я, конечно, ответить не успею. Но я думаю, что каждый найдет для себя какое-то место, с которым ему захочется потом дальше поработать, для того, чтобы сделать свою работу более эффективной и более результативной. До завтра!